И роди Твоей, Богородице, но яко имущея державу непобедимую, От всяких нас бедцов води да забейти, радуйся, невеста неневестная. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени и пресно и вовеки веков, ами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Богослови. Христос, Истинный Бог, наш молитвенка, чистая Своей Матери всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Затаустова. Итак, пока есть время, поспешим пред лицо его исповеданием, чтобы тогда увидеть нам это лицо кротким и светлым, и чтобы избежать тех грозных сил. Разве здесь ты не видишь воинов, состоящих в распоряжении у начальников, как они волокут, как связывают, как бичуют, как разрывают бока, как употребляют факелы для пыток. Но все это детские игрушки и смех сравнительно с теми муками. Но пусть нам не придется узнать когда-нибудь это на опыте. Пусть эти ужасы ограничатся для нас словами, чтобы нам не быть преданными тем мукам. Но здесь образумится. Сколько мы тогда наскажем обведений на самих себя, сколько воздадим воплей, сколько жалоб, но ничто в конце концов не поможет. Нужно все говорить и делать, пока остается надежда на исправление. А когда нет уже ничего в нашей власти, когда все погибло, попусту все говорится и совершается. Вот иудеи тогда говорили, благословен грядущий во имя Господня. Но не могли воспользоваться этим возрастом для избавления от наказания, потому что не сказали, когда нужно было сказать. Поэтому, чтобы и нам не потерпеть того же, совершим в себе перемену здесь и постараемся войти в то успокоение, как сказал апостол. А действительно, там это успокоение, откуда убежали болезни, печали, воздыхания, где нет ни забот, ни трудов, ни борьбы, ни страха, потрясающего, смущающего душу, а есть один только страх Божий, исполненный у слады. Не желаете ли я вам представлю некоторый образ тамошнего покоя? Это невозможно. А все же, насколько в силах, попытаюсь дать вам некоторый образ. Взглянем на небо, когда, не затеняемо никаким облаком, оно является свой венец. Потом употребим много времени на созерцание его красоты. И подумаем, что и мы будем иметь седалище. И не такое только, но настолько красивее, насколько золотая крыша превосходнее глиняной, а за этой крышей есть другая повыше, а там ангелы, архангелы, бесконечные лики бесплотных сил, самый чертог Божий, престол Отчий. Но, как я сказал, слово не в состоянии все выразить, нужен опыт и знание, получаемое из опыта. Спрошу вас, как, по вашему мнению, Адам пребывал в раю? А это пребывание на небе много лучше того, насколько небо отстоит от земли. Впрочем, поищем и другой образ. Представь, вот, что царский ребенок, пока находится в матерней утробе, ничего не ощущает, но пришлось ему выйти оттуда и зайти на царский престол, и не постепенно, а вдруг все получить. Таков и этот самый покой. Или если мы как-нибудь, или какой-нибудь узник, претерпевший бесчисленное бедствие, вдруг очутился на царском престоле, но и так мы в точности не начертали образ, потому что здесь, если кто достигнет благ, хотя бы, скажем, даже царской власти, то в первый день он наслаждается полным удовлетворением, так же во второй, в третий, а по мере того, как время идет вперед, удовольствие, хотя и остается, но уже не то, какое было оно, какого бы оно ни было, от привычки оно ослабевает, а там удовольствие не только не умаляется, но даже возрастает. Подумай в самом деле, каково это, когда душа, отходящая туда, не ожидает ни конца этих благ, ни перемены, но ждет усиления их из жизни, не имеющие предела жизни, свободная от всякой опасности, всякого беспокойства и заботы, исполнена радости и бесчисленных благ. Если и здесь, выйдя в лагерь, и видя в нем разбитые воинские палатки, из полотни, копья, шлемы, блистающие в выпалкости щитов, мы изумление останавливаемся, а если и в середине случится нам увидеть и царя, идущего в золотом вооружении, мы почитаем себя обладателями всего, то, что подумаешь, когда увидишь, то, что подумаешь, когда увидишь вечность кинии святых, расположенной на небе, примут вас, сказано, вечные обители. Иван Гердукий, 16 глава. Если иной, изнанный из Отечества, возбуждает всеобщее сожаление и лишившееся наследство, представляется для всех заслуживающим сострадания, то, потерявши небо и уготованное благо, какими же должен обливаться слезами? Аминь. А не всех, Господь. ะilation. Отечество. Продолжение следует...